Мы здесь пригласили двух прекрасных гостей из регионов и двух прекрасных гостей из Москвы. Мне кажется, они всем уже хорошо известны, все они выступали неоднократно. Во-первых, это Степан Овчинников, он приехал к нам из Волгограда. У него был совершенно бешеный по популярности доклад, он увел всю аудиторию после этого доклада за собой. Роман Петров приехал к нам из Новосибирска, IT-констракт. Роман, вы тоже прекрасно знаете, он точно так же за собой вел всю аудиторию из второго зала после своего доклада. Миша Таковин вообще не нуждается в представлениях, он очень много раз у нас бывал. И Саша Богданов, тоже я его уже сегодня представляла, сделал нам очень интересный доклад. Давайте поприестоим наших участников. У нас вообще довольно простая тема. И, казалось бы, достаточно было сказать «да» или «нет» и разойтись. Но вообще за этим «да» следует много страхов. Продастся или не продастся. Как дальше реагировать? Почему именно сейчас? О чем вы вообще говорите? Нужно снижать, потому что все снижают. Но прежде чем мы пойдем дальше, пока не про текущий год и не про текущую ситуацию, у каждого из вас есть в истории и моменты, и опыт, или повышение, или снижение цен. Я попрошу вас рассказать даже не по истории, а вот про фрагментам таких историй, почему вы считали нужным повышать цену, что вас беспокоило в этот момент, и как вы прошли и сам момент, и как отреагировали ваши клиенты. Потом мы перейдем к текущему моменту. И, пожалуйста, просьба ко всем в зале. Готовьте вопросы, потому что мы будем их мучить, потому что нам нужно будет найти настоящий ответ, а не то, что они скажут официально. Степан, давай начнем с тебя. Спасибо. Вообще мне страшно. Я вот Саша задавал вопросы пять лет назад на какой-то большой конференции. Он мне отвечал, мне было очень страшно. А тут я сижу. Мне тоже очень страшно. Короткая история. Мы повышали цену на поддержку, решили поднять сильно, потому что думали, что у нас очень дешево. Поднимали процентов на 25 сразу. И мы сначала подняли всем, кроме двух самых любимых клиентов. Именно на поддержку, не на производство? Да. Она была уже достаточно большая по объему. Мы боялись, что они убегут, все клиенты. Парадокс, что не убежал никто. Мы потеряли одного клиента, которого бы мы, скорее всего, потеряли все равно, потому что он был, как выяснилось, очень сильно обижен. Но там были жестокие косяки, то ли с нашей стороны, то ли с их. Он ушел. Все остальные сказали, угу. Объемы не сократились. Подожди, а как ты говоришь, мы подняли? Ты письмо отправил, в котором написано, с завтрашнего дня все дороже на 25%. Более мягко мы позвонили, с несколькими мы встретились. Ты лично? Лично. Руководитель встречался, я встречался. Реакция была нормальная. Они не порадовались. А ты как-то объяснял, почему? И когда это было? Какой год? Это было год назад ровно. Год назад? Да. Это было в начале 2014 года. Мы объясняли так, что мы сильно поработали над качеством, мы много вложились в тестирование. Подожди, они тебя спрашивали или ты сам начинал объяснять? Это был очевидный, просящийся вопрос, мол, а что так? Мы говорим, ну вот работу провели, претензий нет, мы видим рост качества, по факту мы поднимем. Особого негатива мы почему-то не поймали. Это то, что касается поддержки. На производство, если надо, я скажу, как мы повышаем цены. На производство мы повышаем цены, когда мы захлебываемся от спроса. Когда наш, вот я рассказывал в своем докладе, когда слоты кончились, а запросы все еще валят. Мы говорим плюс 20-30 процентов. Да. Конечно, в процессе производства цены мы не поднимаем, нет. Окей. Мне кажется, достаточно просто. Но самым любимым мы не поднимаем, потому что боимся. Или они уйдут, правда. Это есть такой грех, да. Самым любимым. А чего боитесь? Мы правда не хотим их терять. Они правда для нас прибыльные при старых ценах. Неловко спросить суть ваших отношений. Любим друг друга. Вот. Ну, поддержка, да. Поддержка. Окей. Спасибо. Роман. На прошлой партнерке Сергей говорил, приедете домой, сразу повысите цены на 20%. Мы приехали, меня встречает исполнительный директор, он говорит, ну что? Я говорю, что, что? Он говорит, когда? Я такой, ну, может быть, там подождем. Он говорит, когда? Я говорю, там, он говорит, когда? Я говорю. Ему было меньше страшно, чем тебе? А ему, у него задача просто заколебать меня, то есть, вот этим вопросом. И он говорит, когда? Я говорю, 1 августа. Он говорит, все хорошо, пиши. То есть, пиши приказ о том, что цены повышаются. Мы взяли и повысили. И оказалось, вот второй важный аспект, что тоже у нас были клиенты, которым мы не повышали цены, например, год. И потом, когда мы через 2 года им повышаем, они приходят и говорят, а что так много-то? Мы говорим, ну вот, мы для вас целый год держали. Они говорят, а зачем? Ну, надо было повышать по чуть-чуть. Можно я тебя спрошу, а как ты справляешься с шоком от избытка денег? Ну, ты же реально поднял цены. Мы съездили. Ничего больше не делаешь, а денег приходит больше. Мы съездили на партнерку. И этот же мужчина сказал, берете, короче, каждый месяц, берете деньги со счета и относите их в клювике на депозит. Мама сказала, деньги в бидоне. Я надеюсь, ты меня в декабре не проклял. Знаешь анекдот? Мама сказала, деньги в бидоне. Я потом расскажу. Ну, то есть, все, сказали так делать, мы так делаем. Легче стало? Лучше стало? Да, лучше стало. Еще один момент, который вы не говорили, но мы сделали, на самом деле это серьезно. Когда в апреле началась нестабильность, мы перешли от долгосрочных контрактов к краткосрочным. То есть, мы очень осторожно относимся теперь к годовым контрактам. То есть, максимально, на что мы идем, это шестимесячная фиксация цен. То есть, обычно даже трехмесячная фиксация цен. То есть, это первый момент. И второй момент, который я рассказывал в своем докладе. Когда вы назначаете цену за проект, вы должны назначать ожидаемую цену через полгода с учетом всего, что вы ожидаете всех рисков. Потому что, реально, когда вы берете большой проект, то пик выплат, он приходится где-то вперед полгода. Спасибо. Миша. Ну, на самом деле, я на одной из прошлых партнерок читал даже большой доклад про повышение цен. И я напомню, что изначально я продавал первые свои два сайта по 300 долларов. По желтым страницам в холодную звонил. А сейчас средний чек проектов Qsoft AIS – это где-то 3-4 миллиона, а lifetime value – миллионов 15. Поэтому, понятно, что за это время я очень много раз повышал цену. И в этом нет ничего сложного. Единственное, есть несколько нюансов. Когда вы повышаете цену. Нюанс номер один. Средняя проложительность сделки у студии – это по нашей статистике CRM. А я могу сказать, статистика у нас теперь очень точная. Средняя проложительность вашей сделки – 180 дней. Это в это тяжело поверить, но действительно у вас безумно длинные сделки. Поэтому, как только момент между тем, когда вы назовете больше цену и подпишете больше цену, пройдет много месяцев. Поэтому цены нужно повышать не плавно, а дискретно. То есть подходить к точке и говорить, вот мы будем повышать цену. Готовиться к этому моменту, потому что будет в районе квартала, может быть, даже проседание контрактов, потому что вы потеряете какую-то часть сделок, прежде чем вы накопите новый. Второй технический момент. Поскольку мы же не гречкой торгуем, мы не можем ценник переписать. Как технически реализовать повышение цены? Тут две тактики. Либо у вас должна быть некая базовая услуга. То есть типа у вас смета строится так. Есть некий базовый сайт и дальше дополнительные всякие опции. И тогда вы просто повышаете вот этот базовый сайт. Либо вы играете в сметы и повышаете часовую ставку. То есть вроде как часы вы считаете по старинке, а смету умножаете на x другой. И третий момент тоже технологический, даже психологический. И действительно просто тяжело ее назвать, эту большую цену. Ну и тут, в общем, два хака. Либо вы часовые ставки потом подставляете обновленные. Ну то есть вы составляете смету, а часовые ставки подставляет другой человек. Ну то есть один смету делает как раньше, все как раньше. То есть самый смелый вписывает ставку часа. А потом вы отдаете это другому человеку в руки, он проставляет новые часовые ставки. Вы закрываете глаза и отправляете. Смотрит на эту сумму. Да. Четыре миллиона и отправляет. Это вот как раз тот самый кейс, когда вы просто делите эти на двоих. И один вроде как не виноват, это второй его заставил. Я помню, ты однажды тоже на партнерке рассказывал, как ты заставлял людей произносить. Я помню, тогда про миллион у тебя проект был. Ты говорил, миллион это немного. Миллион это немного. Вот вы должны суметь на встрече произнести, что миллион – контракт. Это чистая психология на самом деле, потому что, ну просто страшно. Потому что вы живете в своем масштабе цен, и в вашем масштабе цен это страшно, а нужно уметь, в общем, перечелкиваться на масштабы цен другие. Ну как если ты торгуешь роллс-ройсами, ты не обязательно миллионер. Но ты должен говорить, вы знаете, коврики стоят 60 тысяч рублей, и при этом тебе не должны потеть ладошки. Согласен. Или я машину ремонтировал, они говорят, ну что так дорого? Ну вы машину попроще купите. На самом деле ответ, ну вот ты говоришь, ты много повышал цены. Бывало когда-нибудь, что ты повысил, сидишь, а заказов нет? Ну не подписываются под этой цене. И ты прям нервничаешь и думаешь, откатить надо обратно. Откатил хоть раз? Сколько ждал? На самом деле в нашем бизнесе такого быть не может. Потому что товар очень не структурированный, сложный, цены не можно… Нельзя сравнить эту гречку с той гречкой. Ну это как, представьте, что вы сравниваете гречку и картошку. Вроде как и то, и то едят, но непонятно, картошка подорожала, как это связано с гречкой. Через калорийность? Можно, конечно, попробовать. А может кому-то гречка нравится. Ну то есть ты говоришь, у меня ни разу провисания не возникло после этого. Да, никогда не будет ситуации, вообще никогда не будет ситуации, что вам придется, может быть, цену опустить. У вас может пострадать конверсия. И вы вместо трех сделок закройте одну сделку. Это может произойти, потому что вы не умеете обосновать ту цену. Вы, может быть, были недостаточно убедительны для этой цены. Но в такой ситуации, что вы скажете, ой, нет, наверное, я был неправ, надо снова опустить. Но в конце концов дадите скидку. Вот, кстати, мой вопрос и был. Ты скидку давал? И сколько? Скидки все дают. Ну то есть они убираются? Ты ни часы уменьшаешь, ни ставку часа, ты говоришь, я вам дам скидку 50%. Ну мы в Qsoft давно уже, еще до объединения SAIS, придумали, как торговаться. Мы с самого начала пишем там, типа, приходим и говорим, да, и кстати, есть два способа торговаться. Способ, мы просто дадим вам 7% и закроем эту тему. Ну вы хотите, чтобы мы торговались, мы хотим, чтобы торговались, мы заложили туда 7%, вот вам 7%. Или мы реально будем сейчас с вами торговаться, выяснять, почему это стоит дороже, это дешевле, толкаться по этим полям. Обычно они просто говорят, не, первый вариант, конечно, удобней, но давайте 10. Мы говорим, ну хорошо, давайте 10. Ну и все. Почему терять время, понимаешь? Ну тогда называй 5, на 7 торгуетесь. Это психологическая история. Ну вы закладываете эти 10% на скидку? Конечно, конечно. Нам жалко, что ли. Ну окей, Саш, расскажи свои варианты. На самом деле, когда мы были молодыми и еще не умели считать прибыль, мы экспериментировали с повышением цен постоянно, то есть мы просто взяли, например, из завтрашнего дня все новые контракты, мы провели в 2 раза дороже. Ну то есть поставки в 2 раза больше. Потом, значит, проходило полгода, мы такие, ну что, давай еще попробуем? Давай. Еще в 2 раза больше. Потом еще, еще в какой-то момент мы научились считать… А, идея какая? Почему мы все время повышали цену? Потому что мы думали, что повышая цену, мы увеличим свою прибыль. А мы прибыль нифига не увеличивали. На самом деле увеличивая… Странно, почему, кстати? Сейчас объясню. Увеличивая стоимость своего товара, ты увеличиваешь ответственность, которую ты несешь за этот товар. Ну, фактически ты увеличиваешь объем издержек, который ты должен понести, производя этот товар, да? Так вот, когда мы не умели считать прибыль, мы повышали цену в 2 раза каждые полгода, пока мы какой-то планки уже не достигли. И мы так и не заработали денег. А вот мы заработали денег тогда, когда мы научились не просто повышать цену, ну или вообще как-то менять цену, мы научились еще оптимизировать затраты и считать прибыль, и прогнозировать прибыль и так далее. У меня есть хороший пример. Вот у меня помимо Агимы есть еще оружейный магазин в Москве. Кто хочет, приходите, защита называется. Значит, оружейный магазин, мы продаем охотничье оружие. Я сам охотник, поэтому очень люблю этот бизнес. И когда поменялся курс рубля, да, все беретты, значит, там всякие браунинги, все итальянские хорошие, там немецкие и так далее оружие, они подорожали. И это вполне нормально. Ну не сами же они подорожали, лежат на полке и подорожали. Нет, они подорожали у нас, потому что у нас закупка выросла. Ну понятно, потому что мы покупаем за рубежом. А тут к нам пришел Ижевский оружейный завод и говорят, ребята, у нас выросли в цене на 30% Ижаки. Мы говорим, с какого хрена Ижаки выросли на 30%. В общем, мы долго с ними это обсуждали и купили Ижаки по той же цене, что и раньше. Потому что нету обоснования. Ну как бы рынок оружейный растет в цене, значит, вроде и отечественные товары тоже должны вырасти. К чему я это говорю? К тому, что вот в этой кризисной панике некой огромное количество алчных людей, алчных контор и так далее. Все хотят заработать. Поэтому надо это очень хорошо фильтровать. Я вот считаю, что, отвечая на этот вопрос, стоит ли повышать цену. Повышать цену я пока не вижу никаких подоплек. То есть что такое цена? Цена фактически это а, что готов заплатить заказчик за эту услугу или товар. И б, с другой стороны, сколько ты потратишь на произведение. Зарплаты – это основной источник затрат наших при производстве того, что мы делаем. Зарплаты разве выросли за последние несколько месяцев? По-моему, нет. Вырастут ли в ближайшие 6 месяцев? Я думаю, никто на этот вопрос не ответит сейчас. Моя зарплата выросла. Твоя зарплата? Твоя зарплата всегда растет. Вот доллар изменился, твоя зарплата выросла. Почему? Потому что доллар продорожал и все. Ты же можешь свой зарплату тоже выросли. Кстати, мне с ижаками очень любопытно. Как-то они 30% сказали. Не смогли защитить цену. Ты их продавил? Нет, ну мы как бы постоянно покупатели. То есть мы можем просто сказать, мы не будем тебе покупать ижаки. И все. А что ты будешь покупать? Ну еще есть другие. Тульский оружие завод там и так далее. А те не подняли? А? А те тульские не подняли еще цены? Ну, это знаете, как сейчас до сих пор можно купить всякие моторы для ЗИЛов, запчасти для ЗИЛов, но при этом ЗИЛа уже нет. Есть куча различных как бы у нас цехов, которые производят все те же движки, делают и так далее. То же самое есть в вооруженной тематике и так далее. В общем, смысл в том, что любая цена должна быть обоснованной себестоимостью. Вот я сейчас не вижу изменения на кадровом рынке в стоимости зарплат. Одни говорят, что значит вроде как сейчас, значит, соискатели на рынок вываливаются все больше и больше, можно людей дешевле брать. Другие говорят, что значит сейчас надо переиндексировать зарплаты, так как доллар растет. Ну, мы про дальше еще поговорим, нам это как раз очень хорошо, что у тебя такая точка зрения, нам будет ничего поспорить. Соответственно, пока не будут расти основной источник затрат, я считаю, повышать стоимость, если ты нормальную прибыль имеешь, добавочную стоимость, нет смысла. Тоже у тебя такие оговорочки, если ты имеешь нормальную себестоимость, да. Если мы все вместе договоримся, что мы повышаем стоимость наших работ, то я буду, конечно, за. Дополнительную прибыль заработать я всегда буду готов. Вот видишь, ты оговорился, мы повышали-повышали цену, пока не достигли некоторого уровня. Ты что имел в виду? Ну, рынок все-таки, есть какой-то потолок, ну, есть, понятно, там Лебедев со своими ценами за дизайн, да. То есть тебе начали говорить, вы дороже, чем Лебедев, такой, ну да, что-то дороговато. По некоторым норма часа мы вполне дороже, чем Лебедев и любая другая компания в России, да. У нас есть уникальные услуги, которые ты в другой компании не возьмешь. Соответственно, мы за нее спокойно выставляем и 8 и 10 тысяч рублей норма час и не боимся такие цены выставлять. Что это за услуги? Например, веб-аналитика. Например, качественные юзабилити исследования, про которые я сейчас рассказывал. Окей. Он уже мне продал. Вот, соответственно, есть, ну, то есть все мы отличаемся. Например, если вдруг Миша сейчас поставит не в несовокупности с АИСом, а чисто от Кусофта, поставит цену за дизайн 5000 рублей, ну, наверное, он будет проигрывать на рынке, да. Почему? Может, теперь с АИСом? Нет, если он без АИСа был бы. У него, понимаешь, какая уникальная отстройка теперь. Ну, а если он, например, за технологии начнет цену повышать, то это вполне будет оправданно. Поэтому у каждой компании есть свои конкурентные преимущества. За эти конкурентные преимущества она может просить столько денег, сколько рынок готов этих денег предложить, и смотря на конкурент. Поэтому, когда я говорил, что мы уперлись в некую планку, я говорил о том, что есть рынок, мы в этом рынке, и, соответственно, выше уже предлагать. Ну, мы будем просто проигрывать по ценнику. Хорошо. Давайте помучим коллег вопросами по поводу подъема цен. И вот еще я бы предложил, пока не говорить про текущий момент, но все-таки оставим эту часть. А что вы бы их спросили о том, как повышать, как обосновывать, спорить, нужно ли вообще об этом спорить? Пожалуйста. Отдайте мне микрофончик тоже один. Можно попросить, чтобы каждый кратко высказался по ситуации. Вот первый докладчик рассказывал о том, что когда все, мы перегружены, мы поднимаем цены. Я так полагаю, это как бы некая заградительная мера. Вот ваши действия, ваше решение, если все-таки заказчик выбрал вас и просит заключать договор по завышенной заградительной цене. То есть давайте исключим сразу фриланс, пользу подрядчика. Вот просто как себя вести? Спасибо. Я правильно понимаю, речь идет о ситуации, когда вы не можете больше делать, сдали в три раза большую цену заградительную, а он возьми и согласись. Я уточню, да. Во-первых, это не заградительная цена. Просто я не развивал вопрос. Это результат маркетинга. Мы так много старательно рекламировались, мы так шумели, пищали и кричали, что мы создали такой поток лидов, который мы уже не выдерживаем. Это не то, чтобы не покупали, это просто реакция. Мы подняли и оставили. Не в три раза, а на 30%. Что делать, если пришел еще один лишний проект? Я, собственно, уже говорил, да, когда у меня был доклад. Простая техника, ты говоришь, чувак, не могу. Вот сейчас не могу. Подписываем договор по новой цене, начну через один месяц или через два. Мы не очень часто так делаем, я не могу сказать, что моя точка зрения правильная. Но, похоже, они не уходят. Похоже, они остаются. А за месяц мы либо экстремальным образом найдем еще дырочку, ну, я буду вести этот проект как менеджер. Плохой вариант. Либо кто-нибудь освободится. Это очень-очень вероятно. Миш, ты делал заградительные цены, я знаю. И вдруг кто-то соглашался. Делали? Вообще я чуть-чуть не согласен с Сашей в том смысле, что есть пределы цены. И что она как-то связана с себестоимостью. Цена определяет только спрос. Цена определяет только спрос, платежеспособный спрос. И ваша задача, оставаясь над вашей себестоимостью, забирать от спроса максимум. Если себестоимость у вас 500 тысяч рублей, а клиент готов заплатить миллион, вы должны взять миллион. Если 500 тысяч, он готов заплатить 700 тысяч, вы должны взять 700 тысяч. Если для вас это не влияет на вашу себестоимость. Если он готов заплатить 300, если он готов заплатить 3 миллиона, а в себестоимости 500 тысяч, вы должны взять 3 миллиона. В этом смысле, в цикле бизнес-модели авиакомпании достигли максимума. Ну, в эконом-классе и в бизнес-классе себестоимость полета приблизительно одинаковая, а цена стула разная. И вообще цена стула может отличаться одного и того же во много-много раз. Поэтому цену поднимать хорошо и заградительную цену. Если кто-то говорит вдруг, если так случилось, что вы поставили заградительную цену, а кто-то сказал да, значит до этого вы продавали слишком дешево. Все. Спрос определяет цену. Если спрос на эту цену есть, если вы создаете достаточную ценность для этого спроса, если вы можете ее обосновать, значит это правильная цена. Поэтому проблема студии лишь только в том, что у них ограниченная масштабируемость производственных ресурсов. Они не могут произвести, масштабироваться, сохраняя эффективность. Поэтому тут принцип простой. Чем дороже, тем лучше. Вот продавай так дорого, как можешь себе позволить. Можешь еще дороже, продавай еще дороже. Поэтому заградительная цена это из разряда мы, конечно, ничего делать не можем, но за такие-то деньги мы что-нибудь придумаем. Ну, окей, супер, сказали да, отлично. Ну, давайте еще побольше вопросов, пожалуйста. Так, коллеги, все-таки по поводу главной статьи расходов зарплат. Я здесь. Ну да, предпосылок там для повышения нет. Вопросов компактнее. Будет или не будет повышения. Но все-таки в магазин мы ходим, цены повышаются. Чем мы будем ждать? Какого момента? Когда люди побегут? Может быть, никуда не побегут, некуда будут бежать. Когда начнут фрилансить по ночам и приходить синяками под глазами, потому что им там, я не знаю, доширак не на что уже купить. Или будем действовать все-таки на упреждение каким-то образом? И мы плавно переходим к вопросу, будете ли вы повышать цены или нет. Давай, Саша, не с тебя начнем. Мы уже… Зарплаты. Зарплаты. Нет, подождите. Зарплаты или цены – это разные вещи. Нет, он спрашивает про зарплату все-таки. Будем ли мы повышать зарплату. Хорошо, давайте зарплату. Про зарплаты и через них цены. Или цены через зарплаты. Не знаю, мне кажется, вот эта логика немножко… Почему же нет? Я тогда отвечу. Можно в словах Мишины логика как раз отвечу? В принципе, неважно, какой рынок зарплатный. Мы будем повышать зарплаты просто потому, что ты готов за столько прийти на работу. Ну или тебя соискатель готов за столько-то взять. На самом деле, это очень правильный момент. И можно продавать, под чем клиент готов купить. И можно брать, под чем соискатель готов взять. Но есть равно рынок. Так вот ты говоришь, что вдруг мы дойдем до того, что мы не сможем себе купить деширак, а работодатели не будут повышать зарплату. Если никто из работодателей не повышает зарплату, значит нет денег на рынке. Это значит просто заказчики не дают эти деньги. А значит и работодатели не дают эти деньги. И как только денег становится меньше, зарплаты, соответственно, опускаются на рынке. Как только денег становится больше, зарплата повышается. Все очень просто. Поэтому уверяю вас, как только на рынке станет больше денег, зарплата начнет повышаться. Саша, скажи, а у тебя вот, я уже перебежал сюда, у тебя себестоимость расходов на зарплаты, на людей, в общем, в твоем ценнике, которые ты называешь, примерно какая? Да, давайте сначала разберемся, что именно мы считаем. Ну мы сейчас про людей, давай про людей. Я понял, я про людей. Есть люди, которые участвуют непосредственно в производстве, то есть ресурсы. А есть люди, которые тоже связаны с производством, но они не являются непосредственными ресурсами, производящими продукты. Не, ну подожди, ты смету как клиенту выставляешь? Соответственно, если вопрос, сколько в процентном соотношении стоимость ресурса, у нас одна пятая. Одна пятая? Да. Пожалуйста, вопрос, пожалуйста, давайте еще. Была такая хорошая фраза по поводу того, что цена будет такой, сколько рынок готов платить. А как в принципе определить для себя, есть какой-то рецепт, сколько готов рынок платить? Понятно, что у каждого свой клиент, у каждого какая-то своя ниша. Как определить в этой нише, сколько же готов платить клиент? Давайте я попробую ответить. Для нас, например, это очень просто. У нас есть ограниченные ресурсы, которые мы должны продать. Ну то есть каждый месяц. Если мы их продаем, значит рынок точно готов платить это. Если мы можем продать их дороже, значит рынок опять же готов за это платить. Роман, ты не отвечаешь на вопрос, как определить? Просто повышать цену, пока не перестанут покупать? По сути да. То есть вы можете повышать цену не всем, вы можете повышать цену постепенно, например. Повышаете цену новым клиентам и смотрите, берут, не берут. Если наберут, значит постепенно производите повышение цен для всех, либо замещение на новых. Степан. Я, собственно, то же самое скажу, что Алексей Саминский давал прямо научную методику. А список, Б список, повышаете только Б, пока не перестанут. То есть та же самая, опытным путем. Нияс, подожди, у нас тут вопросик. У меня тоже вопросик. Ну, ты не первый. Вопрос такой, насколько сильно влияет обертка на содержимое? То есть нужно ли при повышении цен улучшить внешний вид брендбука, дизайн сайта, костюмы менеджеров по продажам? То есть подняли цены в два раза, соответственно, все должно стать в два раза красивее. Глянец. У продажи есть себестоимость и качество, как у самостоятельной услуги. И, конечно, ее себестоимость и качество сильно влияют на конверсию воронки. То есть если вы отвечаете быстрее, то есть у вас больше людей отвечают на входящее, например. Если качество подготовленных приложений выше, если вы больше инвестируете в это приложение, конечно, конверсия поднимается. Я добавлю еще чуть-чуть. Если… Все зависит от того, как вы позиционируетесь. Если вы позиционируетесь, что вы в нужное время, в нужном месте решаете критическую задачу клиента, то обертка может быть на убой. Если вы как-то по-другому позиционируетесь, то качество продажи и прочее. Вот эти разговоры про вы решаете проблему реальную, не настоящую, это все на самом деле болтовня. Вы все решаете настоящую проблему, потому что клиент за нее платит. К вам приходит клиент, у него что-то не так, он готов сплатить денег. Вы что решаете, мифическую проблему или настоящую? Какая разница, мифическую, настоящую, может для него это настоящее, а может мифическую, он деньги платит. Мы все решаем настоящую проблему, потому что за него платят деньги. Так не бывает. Вот вы говорите, как определяется цена? Цена определяется сделками на рынке. Если товар покупают по x рублей, значит его цена x рублей. А если сделок, чем больше сделок, тем ликвиднее и цена точнее. И в данном случае вы тоже самое оставите цену, покупаете, значит такая цена. Михаил, Роман вилует другое, что если вы технологическая компания, ходите в джинсах. Если вы клевые пацаны, одеваетесь в арт и делаете офигенные презентации. Вот вы говорите, вам кажется, что это что-то ненастоящее. Если люди одели красивые костюмы и продают понты, то это значит что-то ненастоящее. Значит клиент хочет купить понты. Да, конечно. Как вы позиционируетесь, да, вопрос, как понты или как технологические компании. Не надо делить все потребности клиента на реальные и нереальные. Покупка понтов вполне сериальная потребность. Да, то есть если ваш клиент хочет купить то, что красиво выглядит, значит продавайте ему то, что красиво выглядит. Если он хочет купить там, чтобы ездило, продавайте, чтобы ездило за ту цену, которую вы можете продать. Рекомендую не тратить деньги на продажу вообще. В какой-то момент я посчитал, сколько денег мы тратим на продажу. У меня было 7 человек продажников, все в идеальных костюмчиках, значит, там и так далее, да. И это работало, да. Значит мы в какой-то момент просто посчитали, сколько денег в месяц мы тратим на организацию продаж. На вообще весь цикл пресела, да. И мы поняли, что если мы возьмем эти деньги и просто-напросто перенаправим в то же самое позиционирование в наше, да. Ну то есть чуть-чуть переосмыслим, значит, особенности нашего продукта и подачу нашего продукта. Продажа будет идти сама собой. И у нас, например, на данный момент нет ни одного в компании продажника вообще. У нас есть на входе одна девочка, которая является фильтром. Она просто фильтрует все входящие заявки на работаем и не работаем. И вот все, что работаем, отдает сразу же в производственное дело. И дальше с ним начинают работать. Часто бывает так, что к нам заказчики приходят и им сразу же на входе говорят, мы с вами не будем работать. Они приходят через год, мы подкопили денег и начинают с нами работать. Девочка рассортировывает клиентов, а кто счет выписывает? Не, подождите, что значит счет выписывает? Счет выписывает, когда уже заключен договор. Я уже волнуюсь, не ясно, мне кажется, уже накопил тему. Давайте перейдем к следующей. Можно я эту мысль закончу? На самом деле на этом рынке сложилась такая нехорошая практика кидать друг перед другом такие вот дешевые понты, типа, да, у нас все само продается, у нас продаж нет вообще. В очереди стоят. А кто ее заложил, эту практику, нет? Это все, конечно, полная херня. Конечно, студии с точки зрения продаж очень бизнесы неквалифицированные. Конечно, продажи все на коленках, не системные, не аккуратные, но они продажами не перестают быть. Вот я занимаюсь на там еще и бизнес самой CRM, я там в продажах сейчас чуть лучше разбираюсь. Я теперь понимаю там, что у студии продажи примитивные. У нас есть воронка. Воронка очень специфическая. Действительно, вы не можете инвестировать в каждый лид, потому что инвестиция очень большая, конверсия плохая, поэтому надо просто выделить этап некий, который называется квалификация лида. То есть, когда вы по определенным метрикам лид дальше в воронку пропускаете или не пропускаете. Ну, там может быть девочка, конечно, но это плохая идея. Лиды у вас очень дорогие, лидами надо дорожить, лидов мало, хороших лидов еще меньше, поэтому, конечно, надо лиды правильно квалифицировать. И если вы понимаете, что лид по метрикам проходит, то дальше в него рубиться, вкладываться. Миша, ты мыслишь про хорошую конверсию? Миша мыслит в рамках своей CRM, лидов и так далее. Я так совсем не мыслю. У нас есть клиент, который приходит один раз. У вас тоже есть лиды, есть lifetime value, lifetime cycle. От того, что вы делаете вид, что у вас их нет, это не значит, что они пропадают. Да, мы просто… Еще раз. Вы можете изображать, что у вас это называется не лиды, а клиент, что у вас это называется как-то поддержка, а не lifetime value. Вообще, кстати, хорошая тема, когда микрофонов мало в кругу на диване. Значит, еще раз скажу. К сожалению, наверное, разные компании на рынке есть. Если Миша считает, что кто-то там понты кидает, то я скажу, что есть разные компании. Мы не продаем разработку сайта. Мы не продаем такую услугу. Нам это неинтересно. И к нам не приходит просто с разработкой сайта. А если приходит, мы не продаем только разработку сайта. Я это объяснял только что. Да, да, Саша. И поэтому для нас очень важно сразу понять, если мы делаем разовый сайт, мы просто не участвуем в этом тендере. Если мы идем в длинную и мы работаем над повышением прибыльности продукта, который мы делаем в интернете, то мы с ними работаем. Нам для этого продажники, пиджаки и всякие понты не нужны. Саша, ну ты-то выдаешь пачку булдшита, понимаешь, вот этого маркетингового дешевого. Миша, погоди. Так, секунду. Не я, тебе слово. Тачат тоже мне ездил по ушам. Тачат консалтинг Сашу. Вот, и, то есть прав и Саша, и Миша. Вот, и сегодня ко мне там человек 50 подошло с этим же вопросом. На самом деле и у Миши продают в основном крупные проекты партнеры. Ну там партнеры, руководы. И Саша говорит то же самое про это. Когда Саша говорит, что вам не нужен нафиг отдел продаж, он говорит про то, что крупные большие проекты не продаст девочка на глади 20 тысяч. В любом случае придется Саше туда ехать, Саше или там какому-то партнеру это дело продавать. Но в любом случае понятия нет отдела продаж, если никто не работает с лидами, никто их не генерит, ну бизнеса не будет. Миша вот говорит про это, то есть они оба правы. Скажите, пожалуйста, процент от фото, процент фото от выручки у вас какой-то ураспект, это сейчас 40 или 41 процент от валовой выручки. И мы до конца года планируем это довести где-то до 32 вроде процентов. Ты, Саша, сказал, что у тебя… А ты за счет увеличения выручки или за счет уменьшения фото? И того, и другого. Ты сказал, что у тебя 20 процентов, но 20 процентов… 20 процентов фото? Нет, такого не говорил. Ну, 20 процентов себестоимость ресурса. Ну, то есть, грубо говоря, это фото программиста. Скажите, короче говоря, какой у вас процент фото от выручки? Это очень важно. Совокупный фото 60 процентов. С налогами? Совсем, полностью фото. Фото с налогами, с бухгалтерией, совсем-совсем. Ага, Миша у вас. Пожалуйста, коллеги. Сильно зависит от того, что у тебя с внештатом, насколько ты его активно используешь. Но в компании, которая не использует внештат, должен быть фото на уровне 60-80 с налогами процентов. Коллеги, Степан, Роман. Ну, так и есть, 60-80 процентов с налогами, потому что внештата нет, абсолютно точная цифра. Скорее 70. До налогов где-то 45 с налогами, ну, порядка 60. В общем, я читал какое-то большое толстое исследование, по которому, если работать в России, в белую платить все налоги и все прочее, компания может жить, если у нее фото, не более 40 процентов, по-моему, вместе с налогами. Все остальное, значит, или в черной непонятной какой зоне, или прибыли нет. Сегодня никто не подошел ко мне и не сказал, что у него рентабельность 30 процентов или 40. Больше 10 ни у одного не было. Не, ну 10 это… Ну, да, вот у них есть, у Борово. Спасибо, Ниас. Коллеги, давайте перейдем, наверное, к завершающей части, поговорим про сегодня. То есть про этот год. Есть много аргументов, рациональных и нерациональных. К рациональным можем отнести, например, то, что все ожидают роста зарплаты, нужно будет повышать. То, что, например, реально вырастают цены в магазинах, люди придут, скажут, нужно повышать. Миша, сейчас секунду, я сформулирую. Ну, и ряд рациональных аргументов за, ряд нерациональных. Например, люди запутались, не понимают, что дорого или что дешево, и вообще хорошо принимают повышение цен. Как этот ИШ, странно, что они вас не переубедили, в принципе могли бы поднять, и вы бы сказали, а, ну, слава богу, не 100, там 20%, окей, понятно. Там что-то у вас из комплектухи, там люди и так далее. Сформулируйте свою позицию. Планируете ли вы повышать? Насколько вы планируете повышать? И когда примерно вот в этом году? Если нет, ну почему? Степан. Я скажу коротко. Да, повышать нужно, но по банальной причине масло сливочное подорожало на 40%, а его все едят. Всем надо будет поднять зарплату. Да. Когда? Вот многие люди из промышленности, я очень люблю спрашивать людей не из нашего сегмента, они говорят, что первый квартал, кто-то говорит, первые полгода, покажет, какой будет вообще, вот там апрель покажет все, говорят люди из общепита. Вот мы тоже посмотрим, какой будет апрель-май, и если не будет жестокого мороза, то мы будем делать все маркетингом, там любыми движениями, чтобы поднять процентов на 20, на 30. Сделать это в первом полугодии. Ну температуру покажет, но повышать надо, потому что да. Роман. Я присоединюсь, то есть мы за 14-й год накопили резервы, и сейчас мы ждем, мы ждем устаканивания ситуации, то есть мы перешли на, ну в определенной степени на короткие контракты, то есть и мы сейчас ждем. То есть ждем месяц. Это не ответ на вопрос. Будешь повышать, не будешь? Да, буду. Будешь повышать. Потому что, судя по всему, все повысится, то есть и как бы ситуация будет требовать. Поэтому. Миша. Мы будем делать все, чтобы цены повышать, а зарплаты понижать. Саша. Ну мы наоборот. Мы будем все делать для того, чтобы находить на рынке, на рынке, где сейчас происходит небольшой хаос, талантливых людей, вкладываться в уникальные экспертизы и наращивать тем самым свою экспертизу, делать ее уникальным, как компанией. Поэтому, я думаю, вход мы, если будем менять, это только в сторону увеличения. Что касается цен на наши услуги, то если рынок будет диктовать увеличение, мы будем, конечно же, следовать рынку. Мы не будем оставать низкие цены. Диктовать увеличение – это что? Ты вышел и у Лебедева больше. То есть компания, с которой мы встречаемся в тендер, если будут выставлять ценник, который будет выше, мы тоже будем в этом цене. Так ты же выиграешь с более низким. Нет, мы зачастую выиграем и с более высоким. Смысл не в этом. Все равно есть стоимость нормы часа на определенные услуги. Вот на некоторые услуги, где у нас нет конкуренции, мы можем ставить любую фактически цену, ту, которую может съесть клиент. А на некоторые услуги, где у нас есть конкуренты, мы обязаны смотреть, почем эти конкуренты уставляют свои цены. Яс. Чего? А, будем повышать цены и понижать зарплату. Насколько повысишь цены? Когда? Ну вот если Миша поможет, то раза в два. Кепку даст. Как он может тебе помочь? Пожалуйста, вопрос. Еще такой вопрос по поводу большого количества рабочей силы на рынке. На ваш взгляд, какого уровня квалификация рабочая сила сейчас появилась на рынке? Извините за мой русский. Можно я скажу, о хорошего качества. Пошли резюме. Не было долго, а сейчас пошли, ну вот по крайней мере к нам. Идут, правда, не те, кого хочется взять. Но пошли, реально. Ну, у меня вот люди ушли там, вынуждены были мы расстаться, никто на работу не устроился. Пошли сокращения. Есть резюме? Хорошие люди в последнюю очередь идут. За них держатся. Тоже принесло на резюме, пока те, кого сократили, потому что сократили первыми, и мы их не можем взять. Ну, люди по-разному оказываются на рынке труда. Кого-то сокращают, это действительно, как правило, самый шлак. Кто-то оказывается на улице, потому что сократилось финансирование, они просто закрыли проект, и там абсолютно нормальные, разные люди. Надо понимать, что я вот не очень разделяю эту историю, когда перед кризисом все изображают вид, что у них кризиса не будет. Чингисхан говорил, что противника лучше переоценивать, чем недооценивать. Поэтому к любому кризису надо готовиться всерьез, ждать. Вот представьте, что там выручка будет в два раза меньше. Вот надо как… Ошибетесь, супер, здорово, вы заработали, купите новую машину. Что плохого-то приготовиться к плохому? Поэтому зарплаты… Это рынок… У нас не так много вещей, которые можно порезать. До офиса, зарплаты. Кризис действительно дает уникальную возможность оптимизировать свои расходы. Да, кому-то придется, может быть, поднять, чтобы удержать, кому-то опустить. Можно офис поменять, подешевле снять. Почему бы этим не пользоваться, непонятно. Если получится при этом еще увеличить прибыльность, поднять ценник, так здорово. Но… А если не в кризис, то когда? Ну, то есть, вот вы сейчас можете этого не делать, тужиться-пыжиться, изображать, что у вас все хорошо. Ваши конкуренты это сделают. И что вы выиграли? Кризис закончится, и вы будете сидеть такие гордые, вы пережили, зарплату не понижали, ну, молодец. А зачем? Тогда вопрос вам. Предположим, это уже не обсуждается, и вы подняли цены на 30%. И вот мы с вами разговариваем, я ваш клиент, я вам задаю вопрос. Почему? Ответьте мне на этот вопрос. Обоснуйте свою цену. У меня очевидный ответ, потому что себестоимость производства выросла. Почему? Себестоимость производства выросла. То есть, люди стали… Зарплаты стали больше. Я подниму цены тогда, когда зарплаты станут больше. Окей. Степан? Я скажу то же самое, но чтобы не повторяться, да, есть другое объяснение. Мы стали работать лучше. Мы это покажем. Мы покажем, что у нас лучше отзывы, что вот эти плохие, эти плохие, эти умерли. И софт вы не пойдете. А мы работаем все лучше и лучше. А в конце достанешь пачку масла и скажешь 40%. И масло достану, да. Роман. Сергей, у меня такая ситуация. У нас выросла себестоимость, и если мы останемся в той же цене, вы просто проект не получите. Для вас что важно? Проект получить или найти самую дешевую цену на рынке? Окей. Миша. Я никогда не обосновываю цену, потому что покупаю. Мы просто подняли цены, потому что покупают. Все. Мир изменился, цена изменилась. Извините, не хотите, не покупайте. Ну что ж, коллеги, на это оптимистично. А, есть вопрос. Давайте вопросик еще. Да, вопрос такой. Раз мы заговорили о безработице, там, о резюме. Вы у своих сотрудников заметили повышение производительности труда на почве того, что, наверное, боятся, что сократят волю от кризиса? Ну, кстати, любопытно. Зашевелились? Что-то с меня все начинают, да. Знаете как, я не заметил, ну, меня смотрят сотрудники в трансляции, они в курсе, поэтому я скажу прямым текстом. Я провел мобилизацию. Я во второй рабочий день, я готовился все выходные, я рассказал, январь пьют, и я готовлюсь. Я провел мобилизацию, я собрал мотивирующие собрания, отдельно с менеджерами, отдельно с программистами. Я всем рассказал, что в стране из четырех букв на букву «Ж», значит, объяснил, как будем жить, и сказал, что надо работать чуть-чуть по-другому. Быстрее, четче, лучше. И после этого я заметил повышение производительности труда. Я заметил, да. Кстати, вот… А у нас на этой неделе три сотрудника прошли перенатестацию на более высокий уровень. Соответственно, больше зарплата, больше производительность, да, лучше навыки. Вы сможете больше выжить из своих людей, пользуясь кризисом? Ну, я все-таки не считаю, что программисты – это лошадь, и если их там пороть сильно, создавать невыносимые условия, они быстрее бегут. Люди – это же люди. Наоборот, сейчас кризис, у них проблемы, стресс, депрессия. Люди сейчас будут работать хуже некоторое время, потому что, ну, тяжело эмоционально. Они беднее становятся с каждым днем. А они что, должны радоваться и кричать «Вперед, вперед!» Вот. Я теперь не буду отдыхать два года, я сейчас буду вкалывать. Нет, наоборот, сейчас люди, они, в общем, переживают и глупо рассчитывать на то, что вот они сейчас будут так рассуждать, типа, меня завтра уволят, поэтому я должен стараться. Нет, к этому, наоборот, надо сейчас относиться с пониманием, не ждать каких-то чудес. А оно потом все нормализуется, они потом еще сами все поймут, и ситуация выправится. Но когда происходят такие стрессовые ситуации, когда вдруг вот так вот человек оказывается в такой стрессовой ситуации, он не может вдруг начать работать быстрее от страху. Ну, так не работает. Да, ну, у меня, наверное, похожая позиция, потому что давно доказан факт, что творчество и деньги, собственно, вещи не связаны. И даже наоборот, зачастую люди, которые получают больше денег, они творят хуже, чем те, которые получают меньше денег. Вообще, самый лучший творец, это бедный человек, да? Но люди, которые в компании работают из-за того, что боятся быть сокращенными и уволенными, и работают от этого лучше, мне кажется, это не самая лучшая компания. Компания должна и обязана создавать своим людям внутри условия, чтобы им работалось и творилось комфортно, невзирая на всякие кризисы вовне. Спасибо, коллеги. Очень любопытный такой аспект. Я, наверное, в завершении скажу, что вы помните, мы проводили разведку боем где-то в ноябре, да, по поводу повышения цен. Мы провели тогда голосование и 83% из вас сказали, не повышайте цены. И мы не будем повышать. Так вот, два месяца изменили все. Изменили ваши оценки, изменили в оценке очень многих людей и вообще изменили в ситуации и на рынке, и в стране. Напомню, мы сегодня в первом докладе объявили, что мы приняли решение повышать цены. Нам кажется, что это обоснованно и моменты, но у других обстоятельств верны. Я рад, что мы провели эту дискуссию. Очень много, мне кажется, любопытных аргументов и человеческих, и вообще разных факторов и по защите цены. Спасибо большое. Спасибо за участие. Поблагодарим наших замечательных докладчиков.